Хвала Аллаху! И да благословит Аллах и приветствует нашего пророка, его семью и всех его сподвижников, и тех, кто последовал за ним, а затем. О Аллах! Прости нашего шейха и его родителей, и наших родителей, и всех мусульман! Сказал имам Далякари, да помилует его Аллах! Вероубеждения Абу Абдуллаха, Мухаммада ибн Исмаиля, Аль-Бухари, да помилует его Аллах! И от группы предшественников, которые передали от него, он сказал. Рассказал нам Ахмад ибн Мухаммад ибн Хафс Аль-Харави, рассказал нам от Мухаммада ибн Ахмада ибн Мухаммада ибн Саляма. Рассказал нам от Абуль Хусейна ибн Мухаммада ибн Аймрана ибн Муса Аль-Джурджани, что он сказал. Я слышал Абу Мухаммад Абдурахман ибн Мухаммад ибн Абдурахман Аль-Бухари в городе Ашаш, говорил. Я слышал, Абу Абдуллах Мухаммад ибн Исмаил Аль-Бухари говорил, «Я встретил более тысячи мужчин из числа обладателей знания, из жителей Хиджаза, Мекки, Медины, Куфы, Басры, Васита, Багдада, Шама, Египта. Я встретил их по несколько раз, поколение за поколением. Я застал многих из них на протяжении 46 лет, жителей Шама, Египта и Арабского полуострова. Два раза. Пусть Аллах одарит вас благом. Жителей Шама, Египта и Джазиры, Арабского полуострова дважды. Басру – четыре раза. Многие годы. В Хиджазе шесть лет и не посчитал, сколько раз вошел в Куфу и в Багдад вместе с хадисоведами Харасана. Из них Макки ибн Ибрахим, Яхья ибн Яхья, Али ибн Хасан ибн Шаптик и Кутейба ибн Саид и Шихаб ибн Муаммар. В Шамме Мухаммад ибн Юсуф, Альфирьаби, Абу Мухсир, Абдуль-Але ибн Мухсир. Абдуль-Уддус ибн Хаджач, Абуль-Яман Хакам ибн Нафи' и после него большое количество. В Египте Яхья ибн Букейр и Абу Салих. Песец – имама Лейса ибн Саада, Саид ибн Абимарьям, Азбах ибн Фарадж и Нуайм ибн Хаммад. В Мекке – Абдуллах ибн Язид, Аль-Мукри. Хумадия – Сулейман ибн Харби, Аль-Кади и Ахмад ибн Мухаммад, Аль-Азраقي. В Медине – Исмаил ибн Абивуэйс, Мутарриф ибн Абдуллах, Абдуллах ибн Нафи' аз-Зубейри, Ахмад ибн Абибакар, Абу Мусааб аз-Зухри и Ибрахим ибн Хамза аз-Зубейри, Ибрахим ибн Мунзир Хизами. В Басре – Абу Асим, Аддахак, Аш-Шайбани, Абул-Валид Хишам, Абдул-Малик, Хаджач ибн Минхан и Али ибн Абдуллах ибн Джа'афар, Аль-Мадини. В Куфе – Абу Нуайм, Аль-Фадл ибн Дукейн, Убайдуллах ибн Муса и Ахмад ибн Юнус, Кабиса ибн Укба ибн Нумейр и Абдуллах и Усман, двое сыновей Абу Шайбы. В Багдаде – Ахмад ибн Хамбаль, Яхья ибн Ма'ин, Абу Ма'мар, Абу Хайсама, Абу Убейд, Аль-Касими, Ибн Салям. Из жителей Джазиры – Амар ибн Халид, Аль-Харрани. В городе Васид – Амар ибн Аун и Асим, Ибн Али, Ибн Асим. В городе Марв – Садака ибн Фадл, Исхака ибн Ибрахима, Аль-Ханзали. Мы ограничились этими именами, чтобы сократить и не удлинять. Я не видел никого из них, кто бы противоречил в этих вещах. То, что религия – это слово и деяние, и это по причине слов Всевышнего Аллаха. А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему искренне, как ханифы, совершать намаз и выплачивать закят. Это правая вера. Молодец. Его слова «Я» встретил более тысячи мужчин из числа обладателей знания. Это предложение подталкивает нас к тому, чтобы мы требовали знания и были смелыми и активными по отношению к знанию. Итак, Аль-Бухари, в его время не было приятных средств передвижения, как и не было легких дорог, безопасности в них. И вместе с этим он путешествовал из одной страны в другую, из одной местности в другую, пока не взял знания от более чем тысячи мужчин. И нет у нас оправдания перед Аллахом. Клянусь Аллахом, нет у нас оправдания перед Аллахом. Нет у нас оправдания перед Аллахом. Аль-Бухари, да помилует его Аллах, в его время, с трудностями и затруднениями, в поездках, когда отсутствовала безопасность на дорогах, он встретился с более чем тысячей мужчин из числа обладателей знания. Когда Аль-Бухари говорит обладателям знания, необходимо, чтобы ты понимал, что это его похвала для них. И Аль-Бухари не хвалит всякого. Это означает, что он встретил и других людей помимо этих перечисленных. Однако они были в его видении не такие, как те, кого он перечислил. Поездка Аль-Бухари, да помилует его Аллах, заняла более чем 20 лет. 20 лет он путешествовал из одной страны в другую, требуя знания и хадисы посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллим. Он вышел из Бухары, из страны Самарканд, пока не пришел в Бальх. И из Бальх он отправился в Баглан, Таликан и Кабул, города в Афганистане. И в Сархас, и прибыл в Хират. Отправился в Нисабур, и Марф, и Наса. Он отправлялся во все страны, которые были известны знаниям в те времена. Затем он прибыл в Багдад, в Басру, в Куфу. А далее отправился в земли Шама. И услышал от жителей Хомса и Куфы. И услышал от жителей Дамаска и от Байт-Уль-Макдис. Отправился в Египет и услышал от ее жителей. Затем вернулся и отправился в Басру и в Куфу. Затем он пошел в Медину и в Мекку. Это благословенная поездка. И эта поездка не была один раз. Она была многократной, как он и сказал. Он сказал, жители Хиджаза, и здесь имеются в виду под жителями Хиджаза, жители между Меккой и Мединой. И правильное мнение Мекка и Медина из Хиджаза. Иджидда из Хиджаза. Ирабир считается из Хиджаза. Джуфа считается из Хиджаза. А также его слова Куфа и Басра, и они из городов знания у мусульман. И было знание во время имама Аль-Бухари, да помилует его Аллах, распределенным в известные страны. И было в Аравийском полуострове, и в Мекке, и в Медине. А в городах Ирака, Басра и Куфа, и в Багдаде. Эти известные страны. И в Шаме было также, там, в Дамаске, и в Байт-уль-Макдисе, и в Египте, в Фустад, и в Каире, и в Нейсабури, из иностранных городов. И Бальх, и Марф, и Хара, и Бухара. В этих городах было знание во время имама Аль-Бухари, да помилует его Аллах. Под Куфой подразумевается Куфа в Ираке, до сегодняшнего дня. И она существует под таким же названием и сейчас. Таким же образом, Басра, и она существует и сейчас, с этим же названием. И Васид, точно так же. Васид, Гаруна Ар-Рашида, существует до сих пор под этим же названием. А Багдад, или Бугдад, некоторые предшественники не любили название Багдад, потому что оно является персидским словом, и у него плохое значение. И из-за этого они так не говорили. Однако, ученые передают это название, потому что оно стало как имя собственное. И указал на это имам Аль-Хатыб, да помилует его Аллах, в его известной книге по истории Тарих Аль-Багдад. Он не назвал ее Тарих Аль-Багдад, он назвал ее Тарих Даруссалям. Затем Аль-Бухари пошел в Шам, и Шам состоит из нескольких местностей. Однако они используют это имя по отношению к Дамаску, к Иордании и к Байт-Уль-Магдису. И Египет. В Египте также было несколько городов, в которых были ученые. Он сказал, я встретил их продолжительно, потому что его поездка была несколько раз. Она не была однократной. Поколение за поколением. Имам Аль-Бухари путешествовал, и когда у него заканчивались деньги, он возвращался в свой родной город, Бухару. Затем снабжался из семейного имущества и возвращался к требованию знаний еще раз. Он сказал, поколение за поколением. Когда он сказал поколение за поколением, мы узнали, что не имеется в виду под словом «карн» сто лет, потому что он не прожил сто лет. Имам Аль-Бухари родился в 194 году и умер в 256 году по хиджри. Родился в 194 и умер в 256 году по хиджри. И что же означает «карн» после «карна»? В этом контексте это слово означает «поколение за поколением». Если мы посмотрим на хадисы Бухари, мы найдем, что Аль-Бухари, да помилует его Аллах, у него три поколения шейхов. Поколение из числа шейхов, которые были взрослыми, и они слышали хадисы раньше других его шейхов. И из-за этого в хадисах между пророком и Бухари было либо три человека, либо же четыре человека, или же пять человек. И это то, что в большом количестве в сахих Аль-Бухари, что передатчиков было четыре или пять человек. Вторая стадия поколения, от которых услышал Бухари, это стадия шейхов, являющихся более поздними слушателями. Между ними и между пророком, салли Аллаху алейхи вассалям, шесть человек, или же пять человек. Третье поколение — это те, кто наравне с ним, у которых есть хадисы от шейхов, которых Бухари не достиг и не слышал от них. Это третье поколение или третья стадия. Итак, Бухари да помилует его Аллах, он говорит «карн» после «карн». И здесь имеет в виду под этим поколение, после поколения из числа обладателей знания. Первое поколение, второе поколение и третье поколение. Например, то, что мы говорим сейчас, мы говорим, там есть поколение, которое застало шейха Ибн База, и застало шейха Усеймина, и застало шейха Аль-Альбани. И там есть второе поколение, которые застали некоторых из этих трех шейхов. И не застали их всех трех. И есть третье поколение, они те, которые не застали ни одного из трех шейхов. Первые хадисы Бухари услышал, когда ему было 6 лет. Первые хадисы он услышал в 6 лет. Он их услышал от своих шейхов в деревне Бейкен, в которой он проживал. Затем, когда ему исполнилось 10 лет, да помилует его Аллах, Он уехал из Бухары, согласно правильному мнению. После этого он продолжал обучение в Мекке. Когда же он совершал хадж со своим братом и матерью, он сказал, «Я застал их, и они многочисленны». Эти слова означали, что ученых первого и второго поколения, которых он застал, было не один или два человека, а их было очень много. И ученых второго поколения было много. Он сказал, «Более 46 лет». То есть это означает, что с момента его отъезда и практически до самой его смерти он не оставлял встречи с учеными. С самого начала, если мы посчитаем с того момента первой его поездки, которая состоялась в 204 году, и до самой его смерти в 256 году, то получается 52 года, а он сказал 46 лет. И причина этого в том, что он не посчитал еще 6 лет. Или же по причине того, что он находился в Бухаре по какому-то другому своему делу. В общем, на протяжении 46 лет он путешествовал и раз за разом встречался с учеными. Затем он говорит, ученым Шама, Египта, Джазиры ездил по два раза. Теперь он разъясняет, что он путешествовал в Шам дважды. Поразмышляем над тем, как он путешествовал. Человек ездил из Бухары в земли Шама два раза, в Египет два раза, а также в Джазиру два раза. Под Джазирой в первых книгах подразумевался остров Фурата. Аль-Джазира – земля, расположенная между Диджлей и Фуратом. Эти места называют Джазирой. И когда говорят «Джазира Туль-Араб», то имеют в виду Джазиру Аравийскую, то есть Аравийский полуостров, добавляя слово «араб». Он говорит «жителей Шама, Египта и Джазиры два раза». Конечно, из стран Джазиры в те времена, городом, в котором было распространено знание, например, был Масул. Масул был известен, и местность Васад тоже была известна в те времена распространением в них знаний. Он сказал «Иббасру четыре раза». И из самых больших ученых, у кого он получал знания в Басри, да помилует его Аллах, как об этом пришло в пояснении, был Ханнат ибн Сария, Абусарий, а также имам Абдурахман ибн Махди аль-Басри, да помилует их Аллах. Он говорит «в различные годы». Смысл этого в том, что эти поездки были в разные годы. Они не были связаны между собой, а были по отдельности. И дальше он говорит «в Хиджазе шесть лет». Из удивительного о его поездках, да помилует его Аллах, я упомяну, одну удивительную историю, которая указывает нам на то, как Аллах даровал им знания и сделал их знамениями из числа его знамений. Пречист он и возвышен. В одной из его поездок, не помню в какой именно, но думаю во время поездки в Мекку или же куда-то в другое место, с Бухари произошла одна история. У него с собой было немного имущества. К нему забрался вор и своровал то имущество, которое он распределил в качестве расходования на себя и своего помощника, или же ученика. И когда он вернулся с урока, он не нашел эти деньги. В доме ничего не осталось, кроме одежды, которая была на нем, и бумаги, на которой он писал. Он сидел у шейха и, не отвлекаясь на эту ситуацию, слушал хадисы и урок, пил из воды зам-зам. Но тут появилась необходимость в одежде, так как у него была только одна одежда, и теперь у него нет денег. И что же ему делать? К тому же он вдалеке от своей семьи. Это вынудило его покинуть урок. Он постирал свою одежду и остался в своем доме голым. Что он сделал? Что же мы скажем сегодня? Мы скажем, на урок идти далеко. Машаллах. Как далеко? Это 100 или 200 километров? Я что, пешком буду идти, что ли? Да. А это Бухари, который ходил пешком. А ты нет. Ты не будешь ходить. Клянусь Аллахом, нет у нас оправдания. Какие бы оправдания ни находили себе, лень, неродивость, безразличие, отсутствие интереса и оставление знания. Нет у нас оправдания. Нет у нас оправдания. Когда я собирался к вам, я говорил себе, такое-то место, это так далеко. Но сразу же вспомнил Аль-Бухари. Как далеко? Приехал на машине, хоть и издалека. Я, клянусь Аллахом, нам должно быть стыдно. Клянусь Господом Каабы, стыдно нам. Если мы, конечно, знаем, что такое стыд, то это стыдно. Я прошу Аллаха, чтобы он нас простил. Я прошу Аллаха, чтобы он простил нас и вас. Еще один важный момент. Аль-Бухари не присутствовал на уроке. И обычно шейх сидел и не начинал урок, пока сначала не посмотрит на Бухари. Но в этот раз он не пришел. Шейх его ждал, а он не пришел. Так что, когда пришли студенты и сказали, расскажи нам, шейх ответил, я не буду ничего рассказывать, пока не придет Бухари. А он не пришел. И шейх оставил обучение и пошел с некоторыми своими студентами к Бухари. И постучался в его дверь. Они знали, что он проживает в таком-то месте, снимая жилье. И когда они постучались в дверь, Бухари спросил, кто там? Ему говорят. Пришедшие ему сказали, открой дверь. Бухари ответил, и я не могу. Как ты не можешь? Я такой-то твой шейх. И Бухари был вынужден рассказать о случившемся. И сказал шейх, поистине я дам тебе одежду. И ответил Бухари, за деньги? Шейх ответил, хорошо, за деньги. Потому что он знал, что Бухари ни от кого ничего не принимает. Представьте сейчас себе Бухари и то состояние, в котором он был. Да помилует его Аллах, говорит Бухари. И не могу сосчитать, сколько раз я вошел в Куфу и Багдад. Что касается повторяемости поездок в Куфу и Багдад, я не смогу сосчитать для вас. И с мухаддисами, жителями Хорасана. То есть я не был путником сам по себе. Нет, был с людьми. Один раз шел с кем-то одним, а в другой раз с кем-то другим. С хадисоведами, жителями Хорасана. То есть он встретился с хадисоведами из числа жителей Хорасана. Когда говорится Хорасан, то имеется в виду несколько Кура. И Кура, согласно старой терминологии, это деревня или город, в которой провинция и Эмират. Центром Хорасана был Бальх. Сейчас люди называют это место Мазир-Шариф. Нет там ни могилы Мазара, ни посещаемого места и нет в нем почета. Однако по причине лжи и обмана людей, которые хотят заработать деньги и из-за этого обманывают людей. Бухари говорит с хадисоведами из жителей Хорасана, а затем назвал имена хадисоведов Хорасана и среди них назвал Маккей ибн Абрагим. Бухари привел много хадисов от Маккей ибн Абрагима в своем сахихе. И Яхья ибн Яхья под ними подразумевается Нисабури, который являлся передатчиком от имама Малика. Он был из числа самых известных людей в Нисабури, из тех, кто рассказывал с Муватта, книги имама Малика, от имама Малика. И из-за этого имам-муслим также взял от Яхья ибн Яхья, ан-Нисабури. Таким образом, он взял хадисы из книги Муватта. Далее Бухари говорит, «Али ибн Хасан аш-Ша-Кик и Кутейба ибн Саид». Конечно, Али ибн Хасан ибн Ша-Кик был из числа больших хадисоведов Хорасана. А что касается Кутейба ибн Саид, Аль-Джамиль, Ибн Тариф, Аль-Багляни, Абу-Раджа, Аль-Хауляни, он со мной из одной местности. Он родился в Балган и вышел из нее, когда ему было 20 лет. И вернулся в Балган, когда его возраст достиг 60 лет. И он умер в Балгане. И, к сожалению, его могилу посещают и до сих пор. И это нововведение людей. Он является из числа имамов Ахли Сунны. Имам Аль-Бухарида помилует его Аллах, несмотря на то, что имам Кутейба намного старше, чем он. Однако имам Кутейба сильно уважал Бухари и говорил, Бухари является имамом всех имамов. Это указывает на то, что ученые соблюдали права своих студентов. Далее Бухари говорит, Шигаб ибн Муаммар. Тут написано Муаммар. Но я думаю, что это Шигаб ибн Мааммар. Я точно не знаю. Надеюсь, Абу Умар поможет нам убедиться в том, что Шигаб ибн Муаммар ли это? Или же Шигаб ибн Мааммар? Я думаю, что это Шигаб ибн Мааммар, который также является из ученых Хорасана. Затем Бухари сказал, И в Шаме Мухаммад ибн Юсуф Аль-Фарьаби. Мухаммад ибн Юсуф Аль-Фарьаби является большим ученым, от которого также много передал имам Аль-Бухари. Далее Бухари сказал, И Абу Мухсир, Абдуль-Але, Ибн Мухсир, И Абуль-Мухира, Абдуль-Куддус, Ибн Хаджач, И Абуль-Ямани, Хакам, Ибн Нафи'а, Ибн Утейба. От Хакам ибн Нафи'а очень много передают Бухари в Сахих. Более того, он считается одним из шести, от которых больше всего передал Бухари. Далее он говорит, А после них от многочисленного количества, то есть их количество не счесть. Это смысл слов многочисленное количество. Далее сказал, В Египте от Яхьи ибн Бухейра, и от Абу Салиха ибн Катиб, Лейс ибн Саад, Аль-Мисри, Саид ибн Абимарьям, Азбах ибн Фарадж и Нуайм ибн Хаммад. Конечно, Нуайм ибн Хаммад из числа больших шейхов имама Аль-Бухари, однако Бухари да помилует его Аллах, не передавал от него в своем Сахихе. И это не потому, что он не считал его достойным, а потому, что передаваемые им хадидсы не соответствовали условиям, которые поставил Бухари. Нуайм ибн Хаммад являлся из числа больших имамов Сунны, даже если были разговоры насчет хадидсов, которые он передавал. Он был из числа великих людей, которые очень сильно старались для оживления Сунны. И он тот, который сказал, кто отрицает то, что Аллах отверг от самого себя, тот является неверным. И кто уподобил Аллаха его творением, то такой стал неверным. И из-за этого необходимо мусульманину утвердить то, что утвердил Аллах его посланник. И это дорога праведных предшественников. Сказал Бухари да помилует его Аллах. И в Мекке Абдуллах ибн Язид, Аль-Мукри и Хумейди. Аль-Хумейди является первым шейхом Аль-Бухари в его Сахихе. Первый шейх Бухари в Сахихе – это Хумейди. И Хумейди был из числа сверстников имама Ахмада. Из тех, кто получал знания от имама Аш-Шафи'и и от Суфьяна Ибн Уейны. Далее говорит Сулейман ибн Харб, который являлся судьей в Мекке. И Ахмад ибн Мухаммад Аль-Азраки. А что касается Медины, то он говорит. Исмаиль ибн Абью-Уейс. И он является из группы ансаров. И Мутарриф ибн Абдуллах. Мутарриф ибн Абдуллах ибн Шехир является табиайном из известной Басры. Однако имам да помилует его Аллах, встретил его в Медине. Далее Бухари говорит. И Абдуллах ибн Нафи' аз-Зубейри. Зубейри причисляется к Зубейру ибнуль-Авваму. И Ахмад ибн Абибакар, абу-Мусаб аз-Зухри. И Ибрахим ибн Хамза аз-Зубейри. И Ибрахим ибн Мунзир аль-Хизамий. Далее говорится. Что касается Басры, то он встретил там Абу Асим, ад-Дахак, ибн Махлет, ибн Шейбани. И Абуль Валид, ишам, абдул-Малик, и хаджач, ибн Минхаль, и Али, ибн Абдуллах, ибн Джа'афар, аль-Мадини. Конечно, имам Али, ибн Абдуллах аль-Мадини, известный ученый по вопросам дефектов в хадисах. Не было подобного ему в области науки о недостатках в хадисах, кроме имама Аль-Бухари. Он был имамом в выявлении недостатков в почетных пророческих хадисах. И про него сказал имам Аль-Бухари, да помилует его Аллах, я не унизил самого себя, кроме как перед Аль-Мадини. И Али Аль-Мадини говорит, мои глаза не видели подобного Бухари или подобные слова. Далее Бухари говорит, и в Куфе, абу Нуайм, аль-Фадли, ибн Дукейн, и Убайдуллах, ибн Муса, и Ахмад, ибн Юнус. Ахмад, ибн Юнус является первым, кого прозвали шейху лислямом. Его так прозвал имам Ахмад, и после этого это прозвище стало известным. И Кабиса, ибн Укба, ибн Нумейр. Под ибн Нумейром тут имеется в виду сын, а не отец. И он, Мухаммад, ибн Абдуллах, ибн Нумейр. Имам Аль-Бухари не слышал от отца, а слышал от сына. И он, Мухаммад ибн Абдуллах, ибн Нумейр. И сказал, ибн Нумейр, и от Абдуллаха, ибн Усмана, ибн Абишейба. Абдуллах, ибн Абишейба, и Усман, ибн Абишейба. Усман, ибн Абишейба является автором книги «Мусаннов». Известная книга «Мусаннов», автором которой является Абубакр, ибн Абишейба.